МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они поставили перед собой цель показать наш город таким, какой он есть. А он у нас разный, можно сказать, даже контрастный местами. Присоединиться к обсуждению, задать свои вопросы молодым людям или, может быть, предложить им новые места съемок. Вы можете по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Кстати, в прошлый прямой эфир, если помните, к нам дозвонилась жительница дома 89 по Можайскому шоссе, которая пожаловалась на печальный вид фонтанов. И буквально через пару дней после эфира случилось чудо. Фонтаны заработали, были покрашены. Как вы думаете, совпадение? Да нет, наверное. Я думаю, не совпадение. Просто действительно, чиновники настолько сейчас, как мне кажется, не знают город, не видят, что происходит. Просто показали проблему они. А, ну да, действительно, надо привести в порядок. Кстати, интересно, только там фонтаны включили или те, которые остальные фонтаны, они тоже заработали? Ну вот в том дворе два фонтана, и эти оба фонтана заработали. Ну, работают сейчас периодически. То один работает, то два работают, дети счастливы. Горячего-то отключали. Ну, в общем-то, да, главное, что дети счастливы, побрызгались, и мамаши поорали, и, в общем-то, гармония воцарилась в этом дворе. А вообще видите результаты своей работы? Уже сколько выпусков «Горянных Одинцовцев»? Шесть пока. Шесть выпусков. Есть какой-то результат? Результат есть, но нужно просто понимать то, что не все проблемы, соответственно, можно по щелчку пальцев решить. Соответственно, какие-то проблемы, которые мы освещали, они, насколько я знаю, уже поставлены в программу, соответственно, какой-то реконструкции, поэтому... А вот если поконкретнее, какие? Ну, вот сейчас, насколько я знаю, уже, вот Миша как раз сегодня говорил об этом до эфира, на станции уже там какие-то завалы, например, разобрали. Прикурс долбали. Да, но, соответственно, вот станция, опять же, как бы, мы же понимаем, когда снимаем ролик о станции, то, что нельзя прийти, да, все, завтра же там разобрать. Там очень массу надо операций сделать, поэтому я думаю, то, что в ближайшем будущем должны какие-то быть улучшения. Вот. Но, соответственно, чем проблема острее, тем на нее больше обращают внимание чиновники. Соответственно, чем она меньше, там и результатов меньше. Я думаю, травы много накосили там, где мы снимали. Вот, кстати, хотелось... А я хотела, я не поняла, выложенного поста в типичке. Вы, значит, жаловались, трава не кошные, тут бабах, утро начинается не с кофе. Вот эта традиционная картина с газонокосильщиком. Это как? Ну, чиновники сейчас очень активно взялись за социальные сети. Они, наконец-то, осознали то, что все-таки жители сидят в основном там. Это, соответственно, их избиратели. Поэтому пытаются каким-то способом показать то, что они действительно читают, видят отклики людей. Поэтому пытаются хоть какие-то вещи быстро исправлять. Но траву покосить, соответственно, это вот можно на следующий день. Да, это дело, собственно, несложно. Но, я так понимаю, на неделю, например, косили очень активно. Ну, просто... Там чаще ходят. Так там и травы не было, судя по фотографии. Просто, на мой взгляд, вся работа, вот, некошенная трава в Одинцово, в разных районах, она как раз и отражает работу нынешней власти. То, что не совсем идеально она выстроена. То, что где-то, да, трава косится там ежедневно, и она даже просто не успевает расти. Ну, наверное, в идеале так и должно быть везде. Но в других микрорайонах, местах просто забывают, вот, пока, опять же, где-то кто-то не пожалуется. То есть работа не выстроена. Это называется просто ручное управление. Когда кто-то в социальных сетях пожаловался, тогда проблема решается. Но чиновники должны идти на шаг вперед жителей и должны... Чтобы жители не жаловались. Да. Все-таки, наверное, лучше сначала. Работа так должна быть выстроена. Почему это не было сделано за прошедшие годы, странно. Ну, на самом деле, мне кажется, стольких радостей можно лишить детей, убирая всю траву, выскашивая. Колючки, колючки. Не, не колючки. Например, у нас в детстве за домом на Березово полынью заросло все поле. Мы эту полынь выдергивали, делали шалашики. Было очень душевно, хочу я вам сказать. Я вот тоже с детства помню, и колючки играли, но не было такого количества мусора. То есть можно было спокойно детей отпускать, выиграть в эту высокую траву. А сейчас высокая трава, это... Ну, количество... Что там только не найдешь. Количество мусора, это еще от культурной составляющей многих людей зависит, к сожалению. Да, 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 от благосостояния. Ну и главное, что не борщевик растет, и слава тебе, Господи. Но прежде чем мы с вами перейдем к дальнейшему обсуждению вашего замечательного сериала, я предлагаю телезрителям посмотреть четвертую серию коренных Одинцовцев. Она была снята на вокзальной улице, правильно? Да. Давайте посмотрим. Благоустройство «Стройтехинвест» вот на такую махину сделали вот такую площадочку. Еще за домом такая же, по-моему, даже поменьше есть площадочка. Все. И вот этот вот так называемый ковер, он волнами просто идет. Ну, в принципе, это вот хороший пример работы «Стройтехинвеста» вообще в этом районе. Они, в принципе, да, все так делают. Мы покажем просто внутридворовый проезд к этой гармонии. ЖК, как там был бизнес-класс или какого там комфорт-класса он был? Здесь вообще кто-то вот забыл, допустим, бетонную... А, это мусорка. Это мусорка. Стопэ, все понятно. Все дворы у «Стройтехинвеста» вообще какие-то непонятные, разбитые. А вот это вот вообще что это? Ну, пожарный, может, гидрант? Просто непонятно вообще. Пойдем еще вот до сюда дойдем. Я знаю, что видел. На старых картах, по-моему, был чертеж 35-го, что ли, года... Нет, не 35-го. Я не помню, честно, какой год. Именно вот в этом месте, если верить чертежу, был какой-то медвежинский парк или медвеж... Да, парк, парковая зона. Конечно, наверное, в то время парк чуть иначе представлялся. Наверное, тут были просто какие-то деревья, но в целом тут вот территория тоже. Три дома, да, 7-й, 9-й, 11-й, и между ними, между каждым. Достаточно зеленая площадь, которую можно с минимальными затратами благоустроить, так, чтобы люди комфортно себя чувствовали. Не ходили в центр, на центральную площадь гулять, а гуляли прямо здесь. Здесь, если это все объединить, почистить, подкрасить, подмазать, подсыпать, то будет очень неплохо, потому что здесь детская площадка, она, в принципе, неплохая. Там, видишь, даже какое-то основание осталось асфальтовое. Да. Ну, вот в целом, да, вот здесь не мешало бы, наверное, сделать какую-то современную детскую площадку. А вот тут, соответственно, можно сделать какую-то маленькую парковую зону. Ну, устройство, оно, в принципе, рабочее. То есть это подновить, обновить, сделать ровно. Кататься можно на роликах, на самокатах, на велосипедах, круги тут наматывать, пробежку утреннюю делать. Никто ничего не мешает. Поставить лавочки, урны. Согласить, не нужны миллионные затраты, миллиарды. Конечно. В прямом эфире актуальное интервью. Сегодня мы говорим о нашем городе Одинцово. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. А у нас в гостях блогеры. Вас же можно назвать блогерами? Ну, в какой-нибудь части. Михаил Баштаненко и Дмитрий Смирнов. Ребят, вы сами подняли тему о комментариях чиновников в социальных сетях, да? Сейчас появились слухи о том, что чиновников обяжут отвечать на негативные комментарии. Как вы к этому относитесь? Поможет ли эта проблема решить? Слушай, ну, они сейчас отвечают. Отвечают. Ну, да, вполне себе стандартно. Да, я не уверен, что это прям чиновники-чиновники, мне кажется. Ну, по крайней мере, я видел там вакансию. СММ-менеджер, модная тема, сейчас модное название. СММ-менеджер, то есть социал-медиа. То человек, который отвечает на комментарии, но, к сожалению, пока все ответы, они сводились к таким вот казенным формулировкам. Ну, да, не знаю, как есть. Многие ответы действительно прям вот в стандартной форме чиновников просто ответить для галочки, но я даже не уверен на то, что многие темы они как-то берут на контроль, честно. Ты даже иногда не в тему просто спрашиваешь одно, отвечаешь совершенно другое. Дима, ну, тюпичку ведь мониторят. Ну, да. Однозначно, мониторят. И вот недавно было оперативное совещание, где прямо отчитывались по тем проблемам, которые были, в общем-то, подняты на... Ну, слава богу. Что это работает. Слава богу. Мы становимся гораздо опытнее, и любая информация, если поступает, допустим, один человек сообщает, и информации настолько мало, мы стараемся не публиковать, проверить там второго человека, дождаться третьего. То есть сейчас вообще очень такое время, очень быстрое на информацию, ее всю надо проверять максимально. Ответственность, она всегда есть, и без ответственности, наверное, мы бы не добились таких результатов. Вот, кстати говоря, комментаторы, в том числе и под вашими постами, под коренными одинцовцами, насколько они конструктивно подходят к обсуждению темы, или больше просто желание заявить о своем присутствии, или все-таки готовы к сотрудничеству? Да нет, есть конструктивные, но, к сожалению, вот я так по комментариям понял, что людям не хватает позитива, не хотят смотреть. Миша очень активно отвечал. Мне просто, ну, там, а почему вы не заглянули, там, направо, там вот такая яма большая, или налево, там тоже яма, там, а там за домом паркуется машина. Но у нас же не все, мы хотим снимать так, чтобы все плохо, да, там есть же какие-то хорошие вещи, позитивные. Люди хотят видеть, чтобы, вот, там, мы освещали либо проблемы, либо тогда вообще непонятно, зачем мы это все делаем. А делаем мы, собственно, для того, что, вот, там, некоторые знакомые мне говорят, слушайте, а где вы снимали этот ролик, я вообще даже не знаю, где это в городе. То есть я уверен, что вот это наша последняя серия, да, там, многие действительно не знают, что там на любого села, там, парк, красивое место, там, лес какой-то, там, птички послушать. Тем более вы сейчас вставляете такие исторические справки, мне кажется, это очень интересно, и даже не все коренные местные жители могут знать эту информацию. Это да, я вообще стараюсь этому очень большое внимание уделять, потому что я очень люблю историю города Денцова. Она хоть и не такая, конечно, там, старая, как в других городах, но, тем не менее, это история, и у нас удивительно, ее знают, по пальцам можно сосчитать количество людей. И обязательно надо рассказывать бабушкам, дедушкам, мамам, папам о том, каким был Денцово, где располагались какие-то здания, которых уже нет сейчас, чтобы история помнила всю вот эту вот хронологию и не забывалась. Потому что время идет, и уже масса того, что было в Денцово, восстановить очень тяжело, исторически какие-то сводки сделать. К сожалению, а... Их не так много у нас еще в городе осталось. Безусловно. Вот есть какие-то любимые места в Денцово? Мы, конечно, не говорим о центральной площади, которую мы все любим и часто посещаем. И Лазутинскую трассу, наверное, тоже не стоит упоминать, все знают. А вот какие-то такие места, может быть, уголочки, которых не все знают. Я могу, в свою очередь, рассказать про Березовую рощу, которая находится в районе ЦРБ. Вчера была, она еще на месте, слава богу. Ну, не дойти, наверное, так-то просто. Найти не... Да, и найти непросто, и дойти непросто, замусорено. Но, тем не менее, глаз радуется. Для меня, вот, например, то место, где я вырос, да, это как раз улица, там, вокзальная улица Можайское шоссе. Очень хороший район, старая вокзальная улица, очень хороший район. Но если его, опять же, привести в порядок, потому что он будет, действительно, там, одним из, там, приятных районов. Но, к сожалению, вот за то время, когда я, там, пока, ну, там, сколько там не живу, это, конечно, запустение, да. Вот этот последний сюжет, который мы сейчас смотрели, это как раз из тех мест. И вот, ну, в памяти никогда так не было, да. Дорожки всегда были в порядке, там, деревья, они, конечно, были большие, но не настолько, там, заросшие все это было. Это надо убирать, и если там сейчас привести в порядок, это будет, ну, так, достаточно такое интересное место. Люди будут гулять, цена на недвижимость вырастет, потому что у вас будет благоустроенный двор. Сплошные плюсы. Ну, это должен кто-то заниматься, пока этим не занимается вообще никто. То есть у нас, к сожалению, вот, с моей точки зрения, мы стараемся вкладывать деньги, да, то есть это, ну, не мы, не мы персонально. Мы, кстати, нас там спрашивали, помнишь? Про финансовую заинтересованность. Ну, опять же, там, власти пытаются вкладывать деньги туда, там, где видно, да, там, центральная площадь, там, улица Неделина, где траву косят по два раза на день, лыжероллерная трасса. А туда, где они не ходят, где никто не ездит, где ходят только местные жители, к сожалению, вот, что-то пока забывается. Дим, у тебя есть какое-то свое любимое местечко, укромное в Денцово? Да, я, наверное, прям конкретно не стал бы выделять. Для меня Денцово, оно все любимое, каждый район, его можно по-разному для себя открывать в разное время года. Вот, но я так, конечно, вот, второй завод, люблю очень такое, очень хорошее место. Несмотря на его славу? Да, тоже, ну, история там очень интересная, тех мест, и, ну, в целом, вообще, все, Оденцово, оно уникальное. Ну, кстати говоря, хорош, видите, стакаду построили с восьмого микрорайона. Нет, ну, безусловно, хорошее. Пешком, там сложно с ним пройти, правда. Ну, все в процессе. Мы не говорим то, что, как бы, ничего хорошего не делается. Безусловно, какие-то есть проблемы, которые решаются, но настолько все это медленно, настолько... Хаотично, хаотично. Да. То есть нет какого-то... Я не вижу программы, то есть, хотя говорят, вот, программа сейчас, вот, там вчера была встреча в администрации, ну, нас не пригласили, по поводу формирования комфортной городской среды. Ну, не надо нас приглашать, не надо жителей приглашать. Наймите профессионалов, дайте микрорайон какой-то, они вам покажут, как это сделать, комфортно, там, с жителей, только потом. Покажите жителям, согласуйте с жителями, там, скажут, спросите, нравится, не нравится. Пока этой программы я не вижу. Мы делаем там двор там, потом двор здесь, потом двор там. Получается, что нету ничего, какой-то единой концепции нет. А что в рамках вот этого формирования комфортной городской среды, по вашему мнению, нужно сделать в первую очередь? Порядок навести. Ну, элементарно, вот Москва, да, далеко ходить не надо за примером. Москва за последние, там, два-три года просто колоссальный прорыв сделала в направлении городской инфраструктуры. Все улицы приводятся в порядок, все дворы. Элементарно то, что везде бордюры низкие, то есть, мамы с колясками могут, люди на велосипедах кататься. Вроде, казалось бы, там, ну, не нужно прям больших средств. Все это можно делать, и даже можно где-то и подключать и жителей, я думаю, тех же дворов, где живут. У нас всегда есть активные жители, которые готовят. У нас вообще вот, то есть, нету просто программы каждого микрорайона. Почему до сих пор не делают, непонятно. Гранитом не надо все мастить, там, какими дорогущими материалами. У нас вот из последнего, это только заборы, да, у нас появились такие, которые говорят, что, не знаю, моим ощущением, в большинстве мест они, конечно, были вообще не нужны. А количество металла, количество ежегодной краски, тратящейся на их окраску, там, колоссально. Лучше бы сделали, лучше бы асфальт, там, ямы заложили. Просто властям, я считаю, надо перестать спать, надо просыпаться. В каждом микрорайоне есть свои жители, с каждым микрорайоном, с жителями можно провести встречу, где обсудить конкретные любимые точки отдыха людей, спросить, где какие проблемы нужно решить в первую очередь, выработать дорожную карту по каждому микрорайону. Сейчас модно. Да, и, соответственно, работать в этом направлении. И не каждый микрорайон, а одновременно как-то в каждом микрорайоне проводить прям... Мне кажется, надо хотя бы посетить город, там, пройти пешком, его не на машине, да, а просто взять ножки там и прогуляться там. Трехгорку точно проходили, могу вам сказать, сама лично присутствовала. Туда вообще там сложно пройти, конечно. Да, замучились, но прошли. Логистика Трехгорка Нового. Движения в Трехгорке я вообще не понимаю. Трехгорка Новый район, но почему-то про старые районы вообще у меня вот как к коренному Одинцовцу обидно. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений. Я житель города Одинцов. Очень приятно. Здесь родился, здесь живу. В каком районе? Свободная. Улица Свобода, станция. У меня очень актуальный вопрос. Может быть, он немножко не в тему, но поднимался вопрос о том, что благоустройство и порядок чистота дворов. Именно тех дворов, которых не видно. Вот такая ситуация у нас произошла. То, что идет разделение коммунальных хозяйств о том, что бордюры чистят дворники. Да, пятиметровая зона знаменитая. А дороги и детские площадки убирает другая организация. И происходит стычка, вот, допустим, зимой проходит трактор, чистит снег, выбрасывает этот снег на тротуар, дворник ругается, зачем вы мне дорожку зацепаете, и скидывает это обратно на дорожку. То есть конфрактация двух структур. И, как правило, это не приводит ни к чему хорошему. Вот это актуальный вопрос уже на протяжении, наверное, полугода. То есть все друг на друга пинают. Почему произошло это разделение территорий? И как бы этот вопрос решить? Может быть, наши гости помогут с этим вопросом? Спасибо, Евгений, вам за вопрос. На самом деле, мы в программе разберемся. С общественной палатой неоднократно его поднимали. Раньше, насколько я помню, я не профессионал, поэтому могу что-то не точно донести сейчас. Раньше, ну, скажем так, порядок наводили по микрорайону. То есть вот в этом микрорайоне порядок наводит эта компания. Управляющая компания была. Да, сейчас управляющая компания. А сейчас пятиметровую зону управляющая компания убирает, а все, что дальше пятиметров, убирает, соответственно, город. И действительно, вот та ситуация, которую Евгений обрисовал, сама лично в своем дворе тоже наблюдала. Правда, сначала дворник, по-моему, все-таки снег скидывал на дорожку, и уже потом снег летел обратно. Евгений, ваш вопрос в любом случае прозвучал. Будем надеяться, может быть, Дмитрий поднимет в типичном один сове, и там мы дождемся официального ответа администрации. Это было бы очень интересно. Очень все задают этот вопрос. На самом деле, все задают вопрос, и все очень возмущаются, потому что, говорят, при прошлой схеме порядка было больше. 8-495-508-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло, я могу говорить? Да, можете говорить. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Алексеевна, я заслуженный тренер России. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на 8-й микрорайон. Очень плотная, точечная застройка. Для детей заниматься абсолютно негде. Некоторые ездят в Москву, дети. Почему бы при такой плотной застройке, вот сейчас строится микрорайон Одинцова-1, плотнейшие застройки, неужели нельзя выделить место для спортивных площадок? Раз. И второе. Как бы хотелось, чтобы в этом микрорайоне был построен бассейн. Хотя бы 25 метров, чтобы можно было обучать детей плаванию. Чтобы они не ездили в другие города. Посмотрите, в Рузе бассейн есть, в Чехове профессиональные бассейны есть. Куда не возьмешь по Московской области, и только у нас, наш 8-й микрорайон богом забытый. Спасибо. Спасибо, Валентина Алексеевна, вам за звонок. Вот такие темы вам еще подбрасывают телезрители. Дим, твой любимый, можно, конечно. На правах жителей 8-го микрорайона. Да, 8-й микрорайон это вообще такая... Но есть стадион. Вот я помню, стадион там есть. Большой, хороший. Стадион есть, но действительно нету больше вообще ничего. Это хочу просто всем напомнить. 8-й микрорайон считается самым плотно населенным микрорайоном города Одинцова. То есть там живет больше всего жителей. Он и по площади больше всех. И действительно вообще нету, кроме стадиона, ничего. Рядом находится на Комсомольской лес, который можно было бы превратить в парк, сделать тоже очень хорошие детские площадки. Дорожку проложить для бега, например. Но о 8-м микрорайоне вообще просто, как забыли, мне кажется, в начале 2000-х, так вот он до сих пор в этом состоянии и состоит. Да, он в советские времена. Но в 8-м микрорайоне еще как раз остались поля, скажем так, Матвеевского, которые просто стоят, вообще не обрабатываются. Матвеевская, видимо, просто ждет удачный момент для продажи. Вот на этих полях элементарно властям можно в будущем заложить и школы, и бассейны. Земля там есть, просто вот ее нужно, я не знаю, может быть, даже изъять у Матвеевского, потому что земля просто никак не используется. Они просто жителям, грубо говоря... Дорогая земля. Непростая земля, я бы сказала так. Может быть, дорогая, да, но надо как-то рычаги какие-то искать. А прежде чем мы перейдем к дальнейшему обсуждению, давайте посмотрим пятую серию коренных одинцовцев, отрывки из нее. Я не знаю, слышно ли вам, но здесь, где мы сейчас находимся, очень красиво поют птички. Это центр города, ну, практически центр города. Лес в центре. И именно вот в этом месте, где мы находимся, как раз снимался фильм Дни хирурга Мишкина. Вот здесь, конечно, с тех пор все очень хорошо так заросло. Ну, если вы посмотрите, кажется, это третья серия будет. Он состоит из трех серий. Именно третья серия начинается именно с этого места. Как тебе район? Здесь очень хорошо. Хотел бы здесь жить? Да. Я бы хотел здесь жить. Вот здесь вот, смотри, вот сейчас поставят дом большой, специально для тебя, Дим. Если мы сейчас покажем, то здесь вполне вероятно вырастет дом. А вообще здесь было бы очень неплохо еще сделать более благоустроенное место. Вот там мы вдалеке, на камере, может быть, и не видно. Детская площадка есть. Ну, вот здесь могли бы вполне разместить какие-то лавочки. Да, и трава прям, да, по самый пояс, прям как в заряде, да, вот мне прям напоминает. А может быть, это специально, техно, это какой-то, знаешь, такой, как это, ландшафтный дизайн. Да, вот, чтобы было... Средняя полоса России, чтобы было видно. Чтобы было понятно. И самое главное, что нас с Мишей-то удивило, табличку-то поставили. Никто не говорит, что здесь надо сделать какую-то там адскую, дорогую детскую площадку. Она здесь не нужна, потому что мы слышим, что все дети там. Но сделать какое-то место для более взрослых детей, да, почему бы и нет? Поставить там, тренажеры там стоят, им какие-то активности. Вот эти качалки от компании ХАКС, да, на центральной площади, которые они сломали. Они их сломали, почему? Не потому что детям хотелось что-то сломать, а потому что детям из этого метро-района здесь заниматься нечем. Не кататься же на карусели, не кататься на этих качалках детских. Поэтому они идут в центр и катаются там, где для них что-то есть. Здесь можно было сделать экстрим-парк, пам-парк, да, как на Северный. Да. Поставить какие-то рампы, не знаю, там, для роллеров, для самокатчиков. Место позволяет. Что-то говорят, почему никто никто не делает. И, мне кажется, об этом месте вообще никто не знает даже в городе у нас. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о нашем любимом городе, который очень разный. И есть в нем и хороший, и не очень. А в гостях у нас Михаил Баштаненко и Дмитрий Смирнов. 8-495-508-86-84. Звоните, подсказывайте идеи для съемок коренных одинцовцев или просто высказывайте свое мнение. Вот последнему видео комментариев в сети было очень-очень много, в том числе негативных. Предлагали вам из косой выйти, раз вы такие умные, и покосить все, нечего тут жаловаться, надо самим что-то делать. Как на эти комментарии реагируете? Дим, ну и к тебе вопрос. Ты наверняка можешь задействовать, ну как сейчас модно говорить, административные ресурсы и все, в общем-то, да, подчикать там. Не пользуешься? Не, ну зачем? Людишь высказывать свое мнение. Я, во-первых, ну, типично одинцовцев лет существует, я ежедневно эти комментарии все вижу. И на самом деле хорошо, когда люди пишут какие-то свои замечания, потому что если жить без замечаний, как у нас очень любят чиновники, то, ну, все будет казаться очень хорошо. Должен быть стимул какой-то к росту, и когда люди высказывают свое мнение, ну, так считают люди, что мы должны выйти с косой и покосить эту траву. К сожалению, для многих не объяснить, что люди сами платят налоги, свои деньги управляющим компаниям, там, городским службам, да, все это распределяется. Ну, почему-то многие считают, что мы это должны делать. Ну, это их мнение, действительно, и почему бы и нет. У нас нет кассы здесь в городе. Наша задача, ну, с точки зрения журналистской деятельности, показать и осветить. А, ну, если кто-то из жителей, тех же комментаторов, хочет покосить траву, пожалуйста. Ну, кстати говоря, собственным примером комментировать мы действительно все можем. Ну, зимой мы же чистили снег, да, потому что никто не чистил. Ну, кстати говоря, знаете, мне кажется, никогда такого взаимопонимания между жителями двора, дома не было. Такой объединяющий фактор, выйти почистить снег. Лопаты передавали друг другу, делили, вытаскивали, конечно. Заасфальтировать дорогу, да. Построить дом тоже, в принципе. Школу можно себе тоже там. Детский садик. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хотела бы спросить, мы живем, Можайка 89, вот три дома, Можайка 89, 91 и 93. У нас во дворе дома большая подземная парковка. И сейчас говорят, что здесь будет строить многоэтажное здание. Мы хотели бы попросить, чтобы здесь сделали какую-то детскую площадку, потому что сейчас дети всех вот этих домов, этого микрорайона, здесь катаются на велосипедах, на роликах, на самокатах. И чтобы не было вот этого огромного здания, чтобы для детей что-то сделали здесь. Спасибо, Елена, за ваш вопрос. Действительно такая. Мы не строим. Вы не строите. У нас его заинтересованности нет. Нет, нет, это на самом деле проблема вот этих домов и то же самое есть там заговора вот где-то дальше. То есть, когда эти проекты кто-то утверждал, ну, не будем показывать пальцем, кто их утверждал, да, это, конечно, была там какой-то глупой рочистенностью выделить место под подземный паркинг с необслуживаемой кровлей. То есть, у нас получилось такое во дворе пятно, где только битумное покрытие и все, и ничего. Там, если в случае Говорова там какая-то трава растет или еще что-то есть, то вот здесь около дубра... На самом деле используется, она замечательная, это крыша, дети катаются на велосипедах, самокатах. Ну, ее надо же что-то как-то обустроить, там, поставить те же скаминки там для велосипедистов, там, поставить рампы для роллеров, там, кто-то что-то... Конечно, замечательное, замечательное место, если не там... Даже деревья в катках посадить тоже можно, крыша не провалится, потому что там все рассчитано. Но просто, когда это делали, это сделали как-то вот... А тут будет паркинг, а сверху будет ничего. Ну, ничего. Вот оно и получилось. Если делать не там, то где? Вот место, на самом деле, замечательное, а информация по поводу строительства действительно была, я лично видел. Ну, не знаю, тут надо вот еще поинтересоваться, может быть, это, знаете, как был заход такой... Они построят ли нам тут дом? Да, с точки зрения проверки жителей, как они отреагируют на это, коммерсанты в своих интересах. Я думаю, что вот сейчас в твоих словах, Дима, что-то есть. Можно дополнить. Просто смотрите, у нас в комментариях тоже упрекали, что вот оставьте нам все как есть, да, вот в частности, вот про недавний сюжет. Это мое мнение, конечно. Мы это оставим. Да, мы это в любом случае оставим, мы ничего не делаем. Но смотрите. Но это, опять же, плохо. Это плохо, потому что, смотрите, как только мы это место запускаем, нет ничего худшего, да, там, для этого места, если мы его запускаем или оставляем там бардак. Потому что сами местные жители будут говорить, слушайте, у нас тут бардак, сделайте что-нибудь. Что сделают? Что-то построят. Что-то построят, что-то в окно, никто ничего бесплатного не сделает. Поэтому это надо как-то все благоустраивать. Это не только касается этого паркинга, это касается вообще всех неухоженных уголков. Как только там начинается какая-то клоака, какие-то там алкоголики пить, хулиганы хулиганить, местные жители, сами же местные жители будут просить что-то с этим делать. Кстати говоря, по части паркинга действительно место замечательное, и чего уж там у меня тоже дети катаются там на велосипедах и самокатах. Но много табличек, пожалуйста, не выгуливайте здесь своих животных. А если вы гуливаете, то с пакетиком. Ни одного человека с пакетиком я там, к сожалению, не видела. Еще бы хотел просто посоветовать Елене и всем жителям этих домов, во-первых, проявить самим инициативу. Вот есть сейчас необорудована вот эта вот крыша этого паркинга. Соберитесь, у вас три замечательных дома больших там живут, очень активные. И, ну, скажем так, не самые бедные люди. Соберитесь просто, скиньтесь, проявите сами инициативу, обустройте хотя бы как-то это место. Покажите, что вы любите свою территорию и покажите этим коммерсантам, что если они даже что-то и захотят там построить, то вы все три дома объединитесь. И у вас есть принципиальная позиция к этому вопросу. 8-495-508-86-84, наш номер, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня будет к вам такой вопрос. Я здесь живу с 44-го года в Одинцово, а моя бабушка с дедушкой, чтобы вам было интересно, в 19-м сюда прибыли. Ну ладно, бог с ним. Я хотел такой вопрос задавать. Вот по Красногорскому шуце, это рядом, там ветлечебница есть государственная, деревянное такое здание небольшое. Рядом есть небольшой прудик. Раньше там был хороший пруд, но сейчас такой заросший небольшой прудик. Почему бы нельзя сделать там лавочки, как-то его облагородить, там не особо-то громадные работы нужны. Было бы очень хорошо и красиво. И можно было отдохнуть, там, кстати, дети с колясками, девушки ходят по той стороне. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. На самом деле там вообще напрашивается хорошая пешеходная зона. Да. Это самая необустроенная, самая, наверное, заброшенная часть в центре города. Ну, к большому сожалению, если посмотреть публичную кадастровую карту, все вот эти вот территории поделены на довольно-таки маленькие участки, и уже кому-то принадлежит эта земля. Да. Но вообще исторически там, кстати говоря, у нас даже была информация, там располагалась Рыковская роща. Она даже вот есть на старых картах. И там всегда, да, действительно был пруд, и очень хорошее было место. Вот. И, конечно, эту территорию тоже надо как-то приводить в порядок. К сожалению, время нашей программы заканчивается, но прежде чем мы с вами попрощаемся, я предлагаю вспомнить, Дим, первый раз ты в студии нашего канала был пять лет назад. Помнишь, это была программа «Молодежный экспресс»? Мы говорили тогда о многом, в том числе и о планах на ближайшее будущее. Вот, мне кажется, сейчас пришло время подвести итоги, но прежде чем мы это сделаем, давай посмотрим сюжет. Вижу себя человеком, который, опять же, четко знает, чего хочет, вот, с большим багажом, багажом опыта, вот, и, ну, хотелось бы верить в то, что уже на тот момент будет семья, любимая девушка, дети, дочку очень хочу. Катя. Да, Катя. Да, дочку хочу назвать очень сильно Катя. Вот, поэтому надеюсь, то, что, да, через 10 лет уже будет постоянная работа, будет семья, вот, и будет любимое дело, ради которого стоит прожить эту жизнь. Дим, ну, вот такие планы были у тебя на ближайшие 10 лет, пока пятилетка только прошла. Расскажешь, что сбылось, что еще предстоит сделать? Ну, практически все сбылось, уже жена есть. Самое главное есть. Да, ну, целеустремленность у меня, в принципе, всегда была, и в перспективе я верю в то, что появится дочка. Ну, и насчет постоянной работы, я так понимаю, это уже стало все хорошо и стабильно, потому что, на самом деле, мы не показали этот видеоролик, есть видео, в котором типично одинцово, 9 тысяч подписчиков. Да, было такое, 90 с чем-то. Да, я смотрелась, где более чем в 10 раз количество подписчиков за 5 лет возросло. Ну, и к чему дальше стремиться? Я там спрашивала еще про президента, ну, не надумал пока. Не, 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 я, кстати, насчет политики точно нет, я просто все это наизнанку вижу, и точно нет. А стремиться дальше, ну, я очень люблю Одинцова, не знаю, у меня есть мечта поработать на федеральном уровне, я знаю то, что я могу, ну, что-то действительно такое интересное сделать, но я очень сильно люблю Одинцова, и пока, вот, честно, даже не хочу за границу его выходить, работать на благо Одинцова и развивать. Ну, кстати говоря, если будет дочка, все-таки Катя? Ну, это не точно. Миш, ну, к тебе такой финальный вопрос, немножко подытожим. Все-таки мы боремся за то, чтобы наш город был, ну, идеальным городом. Вот какой идеальный Одинцово для тебя? Да, надо просто взять пример, ну, с ближайшего, с Москвы и стараться там как-то исследовать, потому что все-таки, ну, до Москвы совсем немного ехать, мы недалеко, все примеры на виду, пожалуйста, реализовывайте, и все будет хорошо, и будет тогда идеальный город для жизни здесь. Даже с условием то, что ты живешь здесь, работаешь там, это будет очень хороший, тихий, хороший район, дорогой, богатый, не знаю, там, благоустроенный, с хорошими жителями, грамотным образованием. Которые заботятся, они уберегут его. У нас все есть для того, чтобы быть лучшим районом в области. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Надеюсь, вы услышите наших телезрителей, которые сегодня звонили. Может быть, что-то войдет в следующей серии коренных Одинцовцев. Восьмой микро-район точно войдет. А мы будем ждать новых серий. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин